...и спасет нас, як от благ и человека любит... Всех поздравляю с праздником 1-го и 2-го ответения главы, если честно, главы Иоанна Крестителя. Этот праздник тесно связан с нашей родителем, был у нас здесь родитель из Камара, недалеко, 2 километра отсюда, произошло чудесное событие, и третий раз честная глава была уже найдена. Она была сокрыта, как вы знаете, во времена гонений, когда мощи сжигались, иконы сжигались, и здесь считалось наиболее тихое место, и здесь, скажем так, сокрывалась честная глава Иоанна Крестителя. Конечно, это история большая. Первого ответения, второго ответения, может, какие-то талантливые священники могли бы это изучить до конца, но я пытался и не могу, читал очень много книг про это, и про первое, и второе ответения. Там было столько событий, что я своим слабым умом не могу запомнить. Но первое ответение считается, когда вот и нашли Иоанна, жена Фузы, который был управляющий дворцом Ирода, царя, вы знаете, что этот дворец был так благоустроен, что там было все, помимо того, что там были сады, фонтаны, бассейны, чтобы услаждать себя, своих гостей, и радиалу, чтобы ублажать. Там были сады, особые помещения, покорцы этих обещаний. У них пивы на 500 человек, на 1000 человек, и это же сколько нужно обслуги, прислуги имели. Но помимо всех этих хозяйственных помещений, в отворце была и тюрьма. Вот многие не знают, думают, что тюрьма где-то в другом месте была. Нет, именно там. И там в темнице томился великий корот Иоанн Христитель. Но мы должны следить за своим внутренним состоянием, следить за духовным человеком, который в нас находится. И, конечно же, прощать. Большой акцент делают на прощении в Великий Господь. Без прощения в наше внутреннее духовное состояние не может быть направлено на спасительный путь. Поэтому сегодня Святая Церковь нас призывает прощать, следить за своим внутренним духовным состоянием, избегать страстей, избегать обычной житейской суеты. То, что у нас в течение года было, то, что нам мешает, мы прекрасно это знаем. И, хотя бы в пост, мы должны это избегать, чтобы все рассеялось вокруг нас, суета и различные духовные желания. И созидать мир в нашем сердце. Мы непременно должны создать мирное духовное состояние в нашей души и в нашем сердце. Если мы этого не сделаем, тогда мы не можем считаться христианами. Радуйтесь о Господе. Желаю вам в этот пост познать много духовных радостей. Причастников, возглавляясь принятием святых христиантов, предлагаем мы совершить слова святой молитвы. Слава тебе, Бога! Слава тебе, Бога! Слава тебе, Бога!